Перед Новым годом продолжают сбываться заветные мечты детей, чьё детство омрачает неважное здоровье, отсутствие рядом родителей, малый семейный доход и которые написали о мечтах на ёлку желаний. Участвовать в боготворительной акции и быть дарителем может любой. Открытки с ёлки сняли председатель законодательного собрания округа Сергей Ямкин, член Совета Федерации Елена Зленко. Новогодние подарки лабытнацам уже вручили. Подробности в следующем репортаже. Двухколёсный велосипед был заветным желанием Ильи. И вот его мечта сбывается. Здравствуй, внучок. Пятилетний мальчик написал письмо на ёлку желаний. И на его просьбу откликнулась Елена Зленко, член Совета Федерации Тьямала. Она купила Ильи велосипед, который вместе со сладкими подарками привезли Дед Мороз и Снегурочка, добавив нотку волшебства в детский праздник. А Елена Геннадьевна лично позвонила из Москвы по видеосвязи. Именно твоё письмо я сняла с ёлки желаний. Вот я тебя тоже вошу и поздравляю тебя, обнимая от всей души. Давай загадывай желание, чтобы в следующем году всё, что ты хотел, сбылось. Елена Геннадьевна желала успехов и этой семье, и всему городу. Мама Ильи благодарила её за добрые пожелания, а главное – за дорогой подарок, который для её сына стал настоящим новогодним чудом. Совершенно не ожидаю, что кто-то откликнется. Потому что как-то вот, ну, в наше время очень редко кто просто так может делать знакомым людям подарки такие. Когда мне позвонили, я очень удивилась и прям до конца прям не верила, что ко мне кто-то придёт и поздравит моих детей. Очень, да, пришли, и мы очень рады и счастливы. До самого последнего, что такое возможно, не верила и Марина Степаненко. Её старшей дочери был необходим тёплый комбинезон для прогулок, а младшая мечтала о большом сладком подарке. Ой, держи. И тебе. Спасибо. Участвуем первый раз. Знакомая подсказала, что можно на сайте заполнить форму. Я заполнила и вот. Спасибо огромное. Подарки для семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, были приобретены Сергеем Ямкиным. Председатели законодательного собрания традиционно участвуют в благотворительной акции. Ёлка желаний позволяет каждому под Новый год стать добрым волшебником и исполнить желания тех, кто в этом нуждается. Ирина Якубова, Евгений Садыков. Программа «Время. Место». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова